Из года в год в Сочи собираются профессионалы в области создания аттракционной техники и ее эксплуатации. В рамках форума участники обсуждают безопасность аттракционов, технические регламенты, а также узнают, как повысить привлекательность парков вне сезона. В этом году специалисты индустрии развлечений затронут важные аспекты своей работы. Все мы выживаем, и касается это нашей и нашей отрасли, поэтому темой главной форума является повышение пути, повышение работы парков и объектов развлечений в новых экономических условиях. И все темы, которые будут рассматриваться на форуме, они, естественно, посвящены этому. Во время форума участники представляют проекты, где отображены интересные идеи ландшафтного дизайна, устройства инфраструктуры парка и массовых мероприятий. Это одно из условий ежегодного осмотра конкурса среди парков культуры и отдыха на приз «Хрустальное колесо». Призы выдаются в многоплановых номинациях. Пять лет назад члены жюри признали лучшим парком, посещаемым больше одного миллиона человек – «Ривьеру». Сочинский парк получил и международное признание на итальянском конкурсе «Голден пони». Самая престижная награда во всем мире уже есть, но развитие зеленого детища мецената Хлудова продолжается. В этом году в парке появились уже такие объекты, как конное шоу, мы открыли веревочный парк, очень интересный. Открыли выставку научно-познавательную. То есть в этом направлении парк постоянно развивается. И я уверен, что к следующему весенне-летнему сезону горожане и гости нашего крорта увидят очередное интересное, как говорится, изюминку в нашем парке. Кстати, именно парк «Ривьера» был выбран оргкомитетом форума для первого посещения участников. Ну а кто же станет победителем 14-го осмотра конкурса «Хрустальное колесо» станет известно только к концу недели. Официальное награждение победителей состоится 30 сентября в отеле «Жемчужина». Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.